Здравствуйте, уважаемые телезрители! На ваших экранах очередной выпуск еженедельного спортивного обозрения «Тайм-аут», которое представляет вам Управление физической культуры и спорта Лобинского района и администрация Лобинского городского поселения. С вами ведущий Юрий Рябовов. Основная тема сегодняшней нашей передачи – футбол. Это и полуфинальное состязание юных футболистов на Кубок губернатора Краснодарского края, финиш первого круга Кубка губернатора для взрослых команд. Итак, начинаем и отправляемся на искусственное поле спорткомплекса «Олимп». В очередной раз Министерство физкультуры и спорта Кубани предоставило нашему городу право проводить серьезный турнир. Авторитет лобинского спорта довольно высок в крае. И вот собрались команды на проведение полуфинального турнира на Кубок губернатора Краснодарского края среди дворовых команд и среди команд детско-юношеских спортивных школ. 14 команд из семи районов и городов края собрались в этот день на стадионе спорткомплекса «Олимп». Прекрасное поле, хорошая погода, конечно, жарковато, но в футбол всегда матчи играются в любую погоду. К собравшимся ребятам с приветственным словом обратился глава администрации лобинского городского поселения Клюев Василий Владимирович. Дорогие ребята, от имени городской администрации, совета депутатов, спортивной общественности города я приветствую вас на гостеприи на лобинской земле. Сегодня вам выпала большая честь, и вы достигли это своим мастерством, участвовать в занавних соревнованиях, на Кубок среди детских дворовых команд по футболу, на Кубок губернатора Краснодарского края. Александр Николаевич Качев уделяет большое внимание развитию спорта, и именно спорта детского, для того, чтобы каждый из вас, помимо хорошей учебы, был еще сильный, ловкий и здоровый. А футбол в нашей стране – это общенародная любимая игра. К сожалению, наши взрослые футболисты не радуют нас, но мы надеемся, что в ближайшее время из ваших команд выйдут настоящие бойцы, настоящие спортсмены. И сборная России по футболу будет такая же сильная, как сборная России по хоккейу. Мы надеемся на это. А сегодня я желаю вам упорной, честной, спортивной борьбы. Действительно, спорт определяет сильнейших. В футболе не слукавишь. Ворота у всех одинаковые, мяч у всех круглый. Пожелаю вам честной спортивной борьбы, поменьше травм, всего самого хорошего. В оставшиеся дни школьных летних каникул отдохнуть, загореть, укрепиться. А главное – от каждой игры, от каждой минуты на поле получать новое мастерство. С праздником вас, дорогие юные футболисты! Конечно, ребята подготовлены по-разному, но обращают на себя внимание то, что все экипированы, ну, что называется, с иголочки. У всех новенькая, хорошая форма, прекрасные бутсы. Все горят желанием играть. От нашего района в этих соревнованиях, в турнире детско-юношеской спортивной школы выступает команда под руководством Арика Даниляна, тренера. Это команда спортивной школы футбольного клуба «Краснодар». Они играют в черной форме. Ребята подготовлены очень хорошо. Своё родное поле болельщики, родители. И они показали в двух играх, так как семь команд, команды разделены на две группы. В одной группе четыре команды, в другой – три. У нас соперники команды Мостовского и Курганинского районов. Так вот, команда спортивных школ под руководством Арика Даниляна обыграла команду Мостовского района в первой встрече со счётом 5-1. Играли ребята в охотку, очень много двигались хорошо, били поворотом. Во второй встрече в трудной борьбе с командой Курганинского района была достигнута победа со счётом 3-0. Также успешно выступила и команда в турнире дворовых команд, тренер Мамедалиев Эльдар Астанович. Ребята тоже, знаете, в первой встрече немножко не совладали с волнением. С командой Мостовского района ничья была добыта буквально на последних секундах встречи. 1-1. И когда вышли на встречу с Курганинским районом, были опасения, что тяжело придётся ребятам. Но настрой команды, такая хорошая работа тренера Мамедалиева Эльдара Астановича привела к тому, что курганинцы были разгромлены со счётом 7-0. И вот сегодня в среду наши команды играют финальные стыковые матчи. И если победят своих соперников, то поедут на финал в город Геленджик, на финал Кубка губернатора Краснодарского края. С 11 по 14 июля в станице Павловской проходило первенство Краснодарского края по пляжному гандболу. В составе сборной команды Училища Олимпийского резерва воспитанница тренера Лобинска и ДЮС США Олимп Агинского Сергея Юрьевича Касьянова Тадьяна стала чемпионкой края в составе этой команды. Ещё одна воспитанница Сергея Юрьевича Агинского, который обладает званием почётный работник общего образования России. Так вот, в городе Подольске 15 июля Екатерина Сидоренко-Левицкая, мастер спорта по лёгкой атлетике с лучшим своим результатом 6 метров 68 сантиметров в прыжках в длину на Кубке России стала серебряным призёром. Поздравляем девочек, поздравляем тренера. В минувшее воскресенье прошли последние встречи первого круга Кубка губернатора Краснодарского края среди взрослых команд. Вы сейчас наблюдаете за встречей между командами Лоба в белой форме и команда Успенского района «Кристалл». В этой встрече наши ребята победили со счётом 3-2. Отличились Кармазин Андрей, Лычагин Александр и Мальцев Сергей. Ну, игра проходила довольно напряжённо. Гости два раза выходили вперёд в счёте. Но волевые усилия, поддержка трибун, болельщиков собралось довольно много. И победа со счётом 3-2. Команда «Джавах», которая выступает также в этой группе, в последних двух встречах набрала хороший ход. В прошлое воскресенье со счётом 18-3 была обыграна команда Исаулного Покровского района. И в последней встрече, в этот же день, в воскресенье, 15 июля, в Армавире выигран матч у команды «Торпеда-Д» со счётом 6-0. И вот турнирная таблица. Обратите внимание, что команда «Джавах» Лобинского района находится на первом месте. На два очка от неё отстаёт команда «Атлант» из Кавказского района и на третьем месте команда «Олимп» Курганинского района. У двух команд есть смена ПУ-52 и Лоба, Лобинский район, одинаковое количество очков. Кстати, в ближайшее воскресенье в 19.00 на Центральном стадионе «Труд» стартует второй круг. И как раз вот эти две команды встретятся между собой. Ну а в эту встречу команда нашего города Лоба, ещё раз повторюсь, собрала большую зрительскую аудиторию и сыграли просто вдохновенно. Игра была очень интересная. То, что любят зрители. Атака на одни ворота, опасный момент у других ворот. Очень хорошо провёл встречу Ирусов Георгий, который в нескольких моментах, это наш вратарь, в нескольких моментах просто выручал команду. Цементировали защиту, как всегда, Шутов Сергей, Скрипов Денис. Ну а атака, вы знаете, это Чрягян Артур, Кармазин Андрей, Лычагин Александр, Максов Сергей, Морозов Сергей. Во втором тайме вышел Германов Александр, который оживил игру. Вообще-то первый тайм закончился со счётом 2-2. И вот второй тайм, буквально на последних минутах, на 89-й минуте матча, Мальцев забил счёт и принёс победу своей команде со счётом 3-2. Судья добавил довольно много компенсированного времени, около 5 минут. Много атаковали наши гости, хотели свести мяч к ничьей. Но ничего у них не получилось. Победа нашей команды со счётом 3-2. И, в общем-то, второй круг расставит всё по своим местам. Команда Лоба обретает форму, обретает уверенность. Сказывается работа и участие в игре Яблонского Василия. В общем, команда на ходу. Но и ещё раз скажу, что радует то, что лидирует команда нашего района Джава. Ну и на сегодня это всё. Вы смотрели очередной выпуск уже недельного спортивного обозрения «Тайм-аут», которое представляет вам Управление физической культуры и спорта Лобинской районной администрации и администрации Лобинского городского поселения. С вами был ведущий Юрий Лябовов. Всего вам доброго, до свидания и не забывайте заниматься спортом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова